Письмо Деду Морозу, конечно, один из весомых аргументов для получения волшебной обратной связи, но не определяющей. Вот такие красные мешочки со сладостями – это первый шаг к сказке для детей из малообеспеченных семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, но праздник-то никто не отменял. Его должны почувствовать все ребята без исключения. «Защищаемся, одеваем маски, детей защищаем, а так праздник он есть праздник, поэтому как-то все равно, даже вот с этим годом, ну все равно хочется, чтобы было все хорошо». Дарить хорошее настроение – это точно знать, что вручаешь наполнением подарков. Сотрудники гороадминистрации занимались практически лично. для детей и родителей такой подход важен. «Ежегодно в преддверии Нового года администрация города вручает новогодние подарки детям из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Это и многодетные семьи, и семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи. И вот в этом году 1988 детишек наших маленьких жителей получат сладкие подарки». Дорогие рязанцы, поздравляю вас с наступающими праздниками. Новый год все ближе, настроение все ярче. Желаю вам ни в коем случае не унывать и всего самого-самого прекрасного. Верьте в чудеса, и тогда чудеса обязательно найдут вас. Почтальон сегодня, пожалуй, самый позитивный предновогодний персонаж. Деды Мороза и Снегурочки, конечно, еще будут, но позже. А пока что именно он в Рязани – главный символ Нового года и хорошего настроения. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо.